друзья всем привет сегодня хочу ответить тоже на очень популярный вопрос можно ли ездить без страховки после покупки автомобиля вот в тот самый 10-дневный срок который дается для постановки автомобиля на учет многие конечно могут сказать блин зачем вообще так делать если можно сразу сделать страховку и не париться речь немножко не об этом бывают ситуации когда вы покупаете автомобиля страховку попросту негде сделать вот прям здесь и сейчас то есть надо куда-то доехать сначала и что делать в тот момент если вас сотрудники дпс остановят и второй момент это онлайн страховка это полная жесть значит какое-то время назад мы уже нашли как можно обойти систему как можно иногородним ребятам сделать страховку но опять это уже не работает поэтому только онлайн только что называется мы остались наедине с этой системы которая жутко сбоит не все так просто поэтому человек который забирает автомобиль в другом городе то есть со своей иногородней пропиской в офисе страховой компании он сделать страховку не сможет только онлайн так вот многим из вас придется ехать на автомобиле без страховки готовьтесь прям к жаркой дискуссии с сотрудниками дпс они будут ссылаться на пдд пункт 211 если не ошибаюсь где вы обязаны предоставить перечень документов дающим право управления транспортным средством в этот перечень входит полис осаго в свою очередь вы можете ссылаться на закон об осаго вот я могу сейчас приврать конечно подготовиться номер 40 по моему который как раз таких дает пояснение что вот в тот самый 10 дневный срок вы имеете право сделать страховку ну то есть точно как с постановкой на учет то есть вы обязаны но не позднее чем вот эти 10 дней вот но дело в том что два закона друг другу противоречат есть пояснение на самом деле верховного суда на этот счет что человек действительно может управлять в том числе просто сотрудники дпс они ссылаются на то что да окей ты можешь не иметь страховку но ты не должен ездить на этом автомобиле нет есть пояснение где четко сказано о том что вы имеете право ездить на автомобиле даже в этот срок без страховки но друзья я все-таки вас предупреждаю что готовьте жаркому противостоянию потому что но это все равно не панацея то есть сославшись на пояснение вы этим самым вопрос то скорее всего не решите поэтому моя вам мой мой вам совет вы просто-напросто идите на поводу инспектора хочет штрафовать пускай штрафует практически со стопроцентной долей вероятности вы этот штраф сможете оспорить все удачи вам ездить лучше страховка но и и и и и